МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полмиллиарда благоустройства. Ремонтная компания в Благовещенске нынче затронет и дороги, и дворы, и скверы. С надеждой в новую жизнь в Благовещенске открылся приют для бездомных. Как приручить электричество? Работники коммунальной сферы отмечают профессиональный праздник. И сейчас об этом и многом другом более подробно. В эфире информационная программа «Город» в студии Татьяна Жулинева. Здравствуйте. Сплавная контора, 800-й квартал и 5-я стройка в этом году станут центром летней дорожной компании. Ее план и график на грядущее лето обсудили глава при Амуре Александр Козлов и мэр Благовещенск Валентина Калита. 300 миллионов рублей на ремонт городских дорог, как и прежде, направит областной бюджет. Такое поручение губернатор дает последние три года. Помимо благоустройства отдаленных районов, власти намерены продолжить реконструкцию улицы Фрунзы. Год назад там отремонтировали проезжую часть и установили светофоры. Но возникла проблема. Квартал стал тонуть во время дождей. Его до отведения мы проанализировали, надо будет везти до улицы Зейской, потому что там коллектор, раньше там не получится. И этот район у нас будет уже полностью завершен. Кроме того, этим летом впервые в Благовещенске начнут строить велосипедные дорожки. Пока рассматривают два варианта их размещения. Один от сквера, 40 лет в ЛКСМ, до улицы Островского. Другой вдоль Новотроицкого шоссе до картодрома. Причем строить вторую дорожку будут несколько лет подряд, пока не дотянут ее до развилки на Белогоре и Маховую пать. Такое поручение дал губернатор. А на ремонт дворов и скверов Амурская область получила 146 миллионов рублей в рамках партийного проекта «Единой России». Еще 54 миллиона на его реализацию добавит областной бюджет. В первую очередь обновлять придомовые территории будут в Благовещенске и в четырех моногородах – Райчихинске, Тынде, Белогорске и Свободном. Напомним, в программу войдут те дома, которые соответствуют всем критериям. В них нет должников за коммунальные услуги, жители готовы оказать помощь в преображении площадки и у них на руках есть готовая проектно-сметная документация. Нужна проектно-сметную документацию, потому что всегда был спор между бабушками, которые за газон и автолюбителями. Всегда ставился вопрос водоотведения. Воду убрали в одном дворе, затопили следующий. То есть без проектно-сметной документации здесь нельзя. Девять миллионов из федерального и областного бюджетов в этом году выделили и на ремонт парков. Однако власти приняли решение направить эти деньги на благоустройство одного места отдыха. Какой парк, куда стоят субсидии, определят в ближайшем будущем. И к другим темам. У Благовещенских бездомных появилось новое пристанище. Оно располагается в здании бывшей 15-й школы, которое мэрия передала нуждающимся две недели назад. Совершенно бесплатно. Платить обитателям приюта придется только за коммуналку и налог на землю. В здании уже заселяются люди и активно обустраиваются. Это шестая по счету кровать, которую реабилитирует Александр. Смотреть на ней сладкие сны будут его друзья по несчастью. Бездомные. Таковым 55-летний мужчина стал в 2012 году. С ним произошел несчастный случай. Обжег ноги на стройке. Лишился работы, жилья и родных у него нет. Сейчас кто на работу меня возьмет? Почему? Я же строитель же, а по верхам же лазить не могу. И все. Я же молодежь подпирает, сами знаете. Убежищем для людей с такой же нелегкой историей станет бывшая 15-я школа, что в районе 5-й стройки. Чтобы пустующее здание отдали нуждающимся, похлопотали активисты Народного фронта. С 1 марта закипела работа. Помочь сделать ремонт вызвали спостояльцы еще одного приюта, что на улице энергетиков. А Евгений Шмуклер переехал. Теперь готовит в столовой. И доказывает, бывших шеф-поваров не бывает. Сегодня на обед будет суп картофельный с гречневой крупой. Как такого меню у нас нет. Ну и сходим из тех продуктов, которые у нас есть. Сами решаем, что готовить. Здесь женская спальня. И сразу будут женщины жить. Женщин у нас немного будет, я думаю. Учин всегда больше. Здесь будет сразу швейный цех. Чем точно нужно обеспечить постояльцев, знает председатель приюта Александр Кайзер. Сам когда-то был в подобной ситуации. Теперь курирует бездомных. 12 лет управляет приютом в Белогорске. Рассказывает, его жильцы сами себя обеспечивают. У нас правила, кто не работает, тот не ест. Мы же не берем людей, чтобы они просто у нас отлеживались. У нас принцип какой? Научить людей работать, подняться, восстановить личность и идти дальше работать. У нас за 12 лет 38 свадеб было. Дети рождались и много людей хороших. У нас поднялись и журналисты, у нас бизнесмены. Много людей хороших. Окончательно встать на ноги приюту, конечно, только предстоит. Простые горожане могут помочь мебелью, работодатели – вакансиями. Всех неравнодушных просят связаться с руководством приюта. Номера на экране. Кристина Коширина, Денис Лугов. Программа «Город». Второй и третий микрорайоны Благовещенска к весеннему паводку готовы. Ежегодное подтопление домам и дорогам по улицам Воронкова, Дьяченко и Студенческой в этот раз не грозит. Увиделась в этом мэр города, лично выехав на место. В начале недели по поручению администрации специалисты АКС прочистили водоотводный канал в русле реки Чегиринка. Затем бригада ГСТК пропарила водопропускные трубы. Теперь они способны увести в ливневый сток большие потоки талой воды. А затем, чтобы коммуникации вновь не затянуло льдом, рабочие будут следить ежедневно. Практически все сегодня сделано на опережение. Поэтому мы понимаем, что в период бурного таяния снегов и выхода с полей Чегиринских воды большого количества, это не отразится на состоянии наших объектов жизнеобеспечения, это не отразится на этом микрорайоне. А с понедельника жители, в том числе микрорайона, смогут начать наводить на улицах красоту. Акция «Чистый город» в этом году стартует на неделю раньше обычного, чтобы как можно быстрее привести Амурскую столицу в порядок и достойно пережить неопрятный период межсезонья. Сегодня ночью в аварии под Благовещенском пострадало 6 человек. Ниссан Тиидо врезался в скорую. На 18-м километре Новотроицкого шоссе водитель иномарки не справился с управлением. Машина влетела в медавтомобиль, а затем в леер. Оба водителя и их пассажиры получили травмы. Правоохранители считают, рулевой Тиидо ехал с превышением скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аэрофлот и РЖД в мае бесплатно перевезут ветеранов Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы безденежные билеты получат и сопровождающие лица. Аэрофлот спонсирует перелеты защитников Родины внутри страны, в страны бывшего СНГ и Европы. Срок действия безденежных билетов – месяц. Оформить их можно с 25 апреля. 15 марта в реализацию поступят бесплатные билеты на поезда, в том числе скорые и фирменные. Путешествовать в них смогут ветераны и инвалиды. Сборы за резервирование, переоформление и возврат проездных документов с них брать не будут. Как и плату за постельные принадлежности и питание. 19 марта свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии даты мы рассказываем о лучших представителях этой сферы. Герой следующего материала личность интересная. Его работа связана с большим риском. При этом человек он совсем не суеверный. Смотрите сами. 460 километров кабеля плюс около 500 трансформаторных подстанций. Владению Александра Огородникова, начальника службы кабельных линий, обширные. Ответственность высокая, риск тоже. Зато суеверия никаких. Его библия – это свод правил техники безопасности. Соблюдая их и будет тебе крепкое здоровье и успехи в работе. С семейным благополучием все и так в порядке. Все – коммунальщики. Мои родители в продолжительный период времени проработали в сфере ЖКХ. Мой отец работал в теплосетях. Мама моя работала и продолжает работать в Амурводоканал. Супруга моя в городской газовой службе. Ну, такая преемственность. Мечта Александра приручить электроэнергию сбылась 10 лет назад. Сначала закончил техникум, потом университет, работал электромонтером. Повышение получил три года назад. Теперь не только контролирует мастеров. По долгу службы согласовывает участки для земляных работ и ремонтирует кабельные линии. Александр Огородников рассказывает, как правило, проблем с потребителями не возникает. Зато не все так гладко со строительными организациями. Работу подкидывают регулярно. Был такой случай. На участке ТП-120, район Новая Красноармейская, упал строительный кран и упал на воздушную линию. То есть, тем самым повредив воздушную линию как таковую, кабель, который выходил из-под станции, питал эту воздушную линию. И после чего часть жителей этого района осталась без света. Случилось это происшествие в январе. С тех пор аварий больше не было. Во многом благодаря профилактике. Впрочем, расслабляться электрикам не время. Весной и летом происходит больше всего замыканий и обрывов. Юлия Анохина, Михаил Величкин, программа «Город». В честь праздника работников ЖКХ, не занятых в сменах, порывах и авариях, сегодня пригласили на торжественный концерт в ОКЦ. Отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма и почетные грамоты из рук представителей власти. Те города, те населенные пункты, в которых живут наши люди, как живой организм. Каждый день что-то производит, что-то новое происходит, технологические нарушения. Но это нужно постоянно поддерживать. И вы с этой задачей в Амурской области справляетесь. Большое вам спасибо и низкий поклон от всех жителей Амурской области. Сразу три новых лаборатории появятся в 16-й Благовещенской школе. Уже в этом году ее воспитанники смогут заняться робототехникой, астрономией и экспериментальной физикой. Учебное заведение получило 3 миллиона рублей на развитие своего Центра технического творчества. У нас эта идея – это разработать полный инженерный цикл, где ученики от идеи создания какого-то продукта проходят всю цепочку, и на итоге они получают готовый продукт, модель, которую они уже смогут демонстрировать, показывать, которая работает и которая дает им уже фундаментальное знание. Грант в 3 миллиона – результат участия во Всероссийском конкурсе инновационных проектов. Он был нацелен на развитие дополнительного образования школьников. 16-е учебное заведение Благовещенска презентовало свои успехи в авто, авиа и ракетомоделировании, а также в судомодельном спорте. Последние в этих стенах преподают больше 30 лет. И заявило о желании покорять новые горизонты. В ближайшее время педагоги закупят необходимое оборудование и начнут вместе с детьми создавать роботов и изучать Вселенную. В Благовещенск посетил один из самых известных шансонье страны Александр Брянцев. Его бархатный баритон, который современники сравнивают разве что с голосом Михаила Круга, собрал в ОКЦ «Аншлаг». Зрители подпевали, снимали на видео и даже срывались с мест, чтобы потанцевать. Ты просто замуж, моя жена уже, Душа покоя ищет посреди измер. Ты просто замуж, моя жена уже, И сердце по ночам стучит и хочет перемен. С днём рождения, девочка моя, Бокал в руке, и все стоят. Я подойду и нежно обниму любя Тебя, 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 тебя. Закрой свои глаза, и я в твой мир пойду. Ты помнишь, я сказал, что для тебя звезду достану. Где мне был я, любимая моя. От бабушкиных ковриков до стильных и современных украшений. Вязание из трикотажной ткани переживает очередной всплеск популярности в мире. В Благовещенске же старинную технику на новый лад осваивают пока лишь несколько рукодельниц. С творчеством одной из них познакомилась наша съёмочная группа. Днём бобины с пряжей прячутся в шкафу. Слишком уж большой восторг они вызывают у двухгодовалого Остапа. Творить без помех рукодельница Мария Чекунова может только в тёмное время суток, чем и занимается практически каждую ночь. Вот уже полтора года. Сейчас третьи сутки трудится над корзиной для игрушек с сыном. Говорит, вязание – это её способ медитации. И он же наркотик. В детстве научила мама вязать. Потом у нас на уроках труда мы очень плотно занимались вязанием. Вязали крючком и спицами. Там, конечно, был большой перерыв. Я очень долго не брала в руки ни крючок, ни спицы. И, уйдя в декрет, только я опять вспомнила, что я умею вязать. И нашла в интернете интересные сумки именно из трикотажной пряжи. С этого всё началось. Напольные коврики и пуфики, корзины для белья, цветочные кашпо и шкатулки. Из полосок ткани, а именно их, представляет собой трикотажная пряжа, создать можно массу полезных вещей и даже украшения. По сливнику Марии немного – серьги и пара колье. Куда больше авторских изделий украшают уши и шеи под рук. Не вяжет мастерицы только одежду. Немножко неудобно, скорее всего, в такой одежде, потому что летом в ней будет жарко, а зимой она не согреть, потому что это хлопок, это трикотаж. То есть, какой-то аксессуар, жилет какой-то, то можно связать, пояс с такой пряжи. Но шапки, кофты я бы не стала вязать. Любимая вещица, к слову, есть даже у главы семейства. Подушечка, на диване которой, на ней лежу. Прекрасно получается. Машину ее можно взять. Тоже неплохо. Найти трикотажную пряжу в Благовещенске весьма непросто. Материал рукодельница заказывает из Москвы, Петербурга и Казани. Ждет по две-три недели. А потому под хобби девушка выделила отдельный шкаф. Впрочем, и его уже не хватает. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город». Крымская весна. Детский фестиваль моды и чемпионат по кудо. Это и многое другое ждет Благовещенцев на выходных. Чему именно посвятить свободное время, определитесь после анонса. В субботу в 10 утра в ТРЦ «Острова» начнется дальневосточный кубок по кудо. В 11 часов в ОДНТ 30 самых метких стрелков из Благовещенска, Хабаровска и Белогорска соберутся на стрелах совы. А в спорткомплексе «Юность» пройдет традиционный детский турнир «Веснушки». На ковер выйдут художественные гимнасты. В 2 часа дня на площади Ленина горожане отпразднуют воссоединение Крыма с Россией. Для гостей организаторы подготовили интерактивные площадки и концерт. В 5 часов вечера поколение «Некст» продемонстрирует модные тенденции в ОДНТ. В фестивале впервые примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье в 9.30 утра на базе «Россия» стартует чемпионат по лыжным гонкам на марафонских дистанциях. Часом позже в спортзале 15-й школы посоревнуются в стололазании. А вечер порадует театралов. В ОДНТ покажут моноспектакль «Здесь был Вася». В театре драмы комедию. Жениха вызывали. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, наши новости доступны на сайте tvgorod.rf. Связаться с нашей редакцией всегда можно по телефону 52-4202. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова